Седьмой класс, шестнадцатая серия. Признак делимости на 11. Давайте рассмотрим число 12133 и проверим, делится ли оно на 11. Надо найти сумму цифр, стоящих на нечетных местах, если начинать с разряда единиц. 3 плюс 1 плюс 1 будет 5. Из этой суммы надо вычесть сумму цифр, стоящих на нечетных местах. 3 плюс 2 – 5. Значение разности 0. 0 делится на 11. То есть если значение разности, число, делящееся на 11, там 0, 11, 22, 33, то многозначное число делится на 11. Давайте рассмотрим второе число. Найдем сумму цифр, стоящих на нечетных местах. 8. Теперь на четных местах, если начинать с разряда единиц. Так, 6. 8 минус 6 – 2. 2 на 11 не делится. Значит, и вот это шестизначное число тоже не делится на 11. Признак делимости на 13. Давайте рассмотрим число 2028. Надо отбросить последнюю цифру числа. И к числу 202 прибавить учетверенную, отброшенную цифру. 8 на 4 – 32. Значит, 202 плюс 32 получится 234. Теперь еще раз надо отбросить последнюю цифру. Последняя цифра 4. И к числу 23 прибавить учетверенную, отброшенную цифру. 4 на 4 – 16. 23 плюс 16 – 39. Число 39 делится на 13. Значит, и 2028 тоже делится на 13. Задача первая. Какую последнюю цифру надо приписать к числу, чтобы получилось число, делящееся на 11? Давайте последнюю цифру обозначим за х. Найдем сумму цифр, стоящих на нечетных местах, начиная с разряда единиц. х плюс 7 плюс 5 плюс 3 плюс 1. х плюс 16. Теперь находим сумму цифр, стоящих на четных местах. 8 плюс 6 плюс 4 плюс 2 будет 20. Теперь надо найти разность вот этих сумм. х минус 4. Так вот, если х будет равен 4, значение разности будет равно 0. 0 делится на 11. Значит, надо записать цифру 4. Тогда будет делиться на 11. Вот это многозначное число. Задача вторая. Докажите, что только одно число, состоящее из четного числа одинаковых цифр, простое. Найдите это число. В таблице простых чисел есть число 11. Оно записывается двумя единицами. Простые числа имеют только два делителя. Они делятся на единицу и на само это число. Никакие другие числа не подойдут. Если записать, например, двумя цифрами число, но использовать не единицу, а какую-то другую цифру, например, двойку, получится число составное, потому что делителей будет не два, а больше. Число 22 делится на 1, на 2, на 11, на 22. То есть это все будут составные числа. Если единицу записать не два раза, а, например, 4, 6 или 8 раз, тоже получаются составные числа. Так, например, вот это число, которое записывается четырьмя единицами, будет делиться и на 1, и на 11, и на 101, и на 1111. Это все составные числа. Итак, ответ в этой задаче число 11. Задача третья. Можно ли составить магический квадрат из первых 36 простых чисел? Таблица простых чисел начинается с числа 2. Это наименьшее простое число и единственное чётное число. Так, представьте, что двойку мы записываем в какую-то клетку, ну, например, вот в эту. Сумма всех чисел в строке и в столбце, где стоит двойка, будет нечётна, потому что 5 нечётных слагаемых и сумма будет нечётна. Во всех остальных строках и столбцах будет по 6 нечётных слагаемых. Значит, суммы будут числами чётными. Значит, магический квадрат из первых 36 простых чисел составить невозможно. Задача четвёртая. Может ли произведение цифр натурального числа равняться числу 3003? В десятичной системе счисления цифры от 0 до 9 включительно. 3003 можно представить в виде произведения. 1001 – это произведение чисел. 7 на 11 на 13. То есть в виде произведения цифр натурального числа представить невозможно. Повторим неравенство с параметром. Первое неравенство. При каких значениях параметра А неравенство имеет единственное решение? Неравенство нестрогое. То есть меньше или равно нулю. Так вот, если А равно 3, если здесь вместо А будет тройка, получаем х-3 в квадрате. И единственное решение будет, если равно нулю. Тогда единственное решение х равен 3. Если же А принимает любое другое значение, решением будет являться отрезок. Второе неравенство. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, параметр А в квадрате, а перед квадратом числа А стоит минус. То есть если А принимает значение, отличное от нуля, допустим, возводится в квадрат, получается положительное число, и перед положительным числом ставится минус. То есть правая часть неравенства будет отрицательна. Отрицательна. И она будет всегда меньше модуля, потому что модуль принимает значения неотрицательные, для любого значения х. Итак, если А не равно нулю, х любое. Если А равно нулю, что тогда получится? Если А ноль, тогда справа будет ноль. Решением неравенства будут все значения х, любые значения х, кроме одного единственного. Кроме х равен двум. Потому что если х равен двум, тогда получится ноль. слева и ноль справа. И получится, что ноль больше нуля. Это неверно. Итак, если А равно нулю, решением неравенства будут все х, кроме х равен двум. Таков ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова